ну это так и есть а талант как говорит бегали серкибаев это жопа часы сколько мы сидим занимаемся тратим время такой у нас и талант если изучать нотную грамоту в школе я бы не смог изучать альфеджио вот это вот количество текста а изучать по школе гера мамаева я всегда его рекламирую и за его труд внесенный в мир музыкальный то это значительно проще но количество часов когда ты понимаешь это может казаться сложным но просто надо потратить 15 тысяч часов с инструментом и тогда получится если не кажется что 15 тысяч часов это сложно то тогда это получается несложно с той деградации которая сейчас музыкальном мире это правда но мы не знаем что будет в будущем это опять тот же вопрос если мы развиваемся то мы прогрессируем неважно в чем если мы просто занимаемся музыкой там копошимся стараемся найти какие-то новые звучания узнать новые гармонии или еще что-то то мы просто заставляем свой мозг работать он отдача будет точно поэтому развитие будет у меня будет такой момент ученик занимался на губной гармошке наверное года два ему было лет наверное 10 9 8 вот он мне несколько лет занимался и как-то он заболел у меня горло болело я не мог играть на губной гармошке я занимался на гитаре я учу учеников и на гитаре на фортепиано и на бас-гитаре для общего развития и он возвращается и говорит я вот не занимался на губной гармошке но занимался на гитаре и показывает я смотрю он играет лучше чем я ну то есть те произведения которые у нас только наиграл то есть у него выграно все четко попадает игры удивительно твой инструмент занимайся и еще через некоторое время он пришел и говорит я играю соло и импровизацию и у меня уходят мысли я не знаю что дальше играть останавливается поток я говорю ну ты можешь взять книгу интересно прочитать и сначала записать себя потом прочитать ее и записать себя снова и сравнить я им посоветовал книгу петера хёга тишина он больше ко мне не вернулся то есть он начал играть по-другому она понял как куда двигаться он просто записал соло и понял что развитие важно развитие для того чтобы что-то дальше развивать мы должны рассказать историю это музыка это приложение нашей жизни переложение нашей жизни на музыку на ноты на эмоции переложить вот в эти интонации и тогда это будет звучать тогда это интересно а это прожитость это эрудиция забавно это слышать с нашей пандемии я знаю что многие музыканты пошли работать то таксистами трудоставщиками поэтому в идеальном плане должно быть так